привет с вами леонид вантерфото и я покажу вам как проверяется в парад зенит я взял с собой два самых ходовых объектива это indostar и это гелиос разница в названии зенита не играет роли проверяются они совершенно одинаково что мне нужно я скручиваю объектив объективы просто накручиваются на камеру то есть никаких кнопочек ничего у нас нету значит далее моя задача убедиться что в принципе здесь стоит зеркало ведь она есть я могу пальчиком вот так вот поднять и пустить но она существует она не разбито это хорошо едем дальше я переворачиваю камеру и открываю крышку крышка открывается действительно по-разному то есть вот в этой камере мне надо потянуть и крышка откроется в каких-то камерах вот здесь есть как-нибудь защелка ну какие-то какие-то простые вещи которые легко найти чтобы открыть крышку что я дальше я делаю я смотрю вот на эту шторку я смотрю что она в принципе у меня есть что она не без дырок и нирваны но мне нужно ее просветить это самый важный момент я беру мобильный телефон вот у меня фонарь светится я кладу мобильный телефон я беру руку пальцем поднимаю вот это зеркало кладу вот это все центральной частью на подсвет если я вижу что меня нет никакого света то все хорошо камера у меня в данном случае была не взведена теперь я взвожу и не все еще держу палец и опять же смотрю это другая часть шторки это же нет света значит все со шторкой в плане дырок хорошо убираю телефон что теперь мне нужно мне нужно проверить выдержки это самое важное здесь не так много выдержек как вы заметили их вот совсем чуть-чуть я ставлю на будешь qv вот так открывая крышку у меня такая камера взведена я нажимаю спуск на в я держу и пока держу дырка открыта все хорошо отпускаю взвожу камеру меняю выдержку там на 30 отпускаю следующая выдержка ввожу отпускаю следующая взвожу отпускаем взвожу отпускаю взвожу отпускаю что я добиваюсь этим если бы у меня были какие-то проблемы у меня бы шторка на одной из выдержек до конца не дошла она бы дошла до середины а потом кряхтя дошла до конца или вообще осталось бы щель это очень часто бывает если видите хотя бы на одной выдержке вот такую проблему эту камеру лучше не брать она скоро сдохнет откровенно говоря батарейки все зениты классические работают без батарейка даже если там есть какое-то отверстие вот здесь или вот здесь для батарейки она нужна для экспонометра который сто пятьсот тысяч процентов не работает замеряйтесь мобильным приложением у нас есть видео про мобильные приложения посмотрите они бесплатные и это очень легко если даже вы найдете такую батарейку поставить ее то вероятность что будет замер правильно вам показывать очень мало что еще можно проверить что вот эта крутилка на месте она не оторвана она там крутится что вот здесь вот у вас кусок не оторван но если здесь оторван кусок пластика это ни на что не влияет кроме внешнего вида обратная смотка ее можно проверить только с пустышкой на некоторых камерах здесь кнопочка чтобы смотать обратно нажали кнопочку и вот так вот сделали начали крутить обратно на некоторых же камерах вот как в этой вот здесь вот и есть такая штучка мы ногтем пол кнопочки вот этой вдавливаем и нам позволяет это крутить обратно никаких проблем авто спуск ну тем как мы заводим камеру сейчас у нас стоит обратная перемотка нет не избавляюсь вот все обратная перемотка точно выпала эта кнопка как проверяется авто спуск я им не пользуюсь скажу честно если вы вдруг пользуетесь вы взводите до конца заводен затвор вы нажимаете на эту кнопку ждем очень часто камера не работает если авто спуск там на срединку взведен но не дошел до конца и вы такие камеры пытаетесь что-то сделать а камера не работает очень частая причина в этом тогда лучше довести до конца нажать чтобы он сработал и все заработает частая проблема вообще авто спуск очень часто вот эта кнопка бывает оторвана это нормально но если она оторвана вам он не нужен то и фиг бы с ним в плане зенита наверное все теперь два объектива самые ходовые объективы индустары гелиос гелиос бывает разный 44 44 24 44 существенной разницы нету особенно для новичка для тех кто там заморачивается посмотрите ну не знаю какие сравнения объективов там и так далее разница основная в чем этот объектив дешевле прям в три раза дешевле но он очень темный то есть когда ты смотришь видоискатель видоискатель это вот это вот место да и понимаешь что тебе темновато особенно когда ты делаешь диафрагму какой-нибудь большой как меняется диафрагма на этом объективе вот здесь вот есть циферки вот они и нам надо на них навести нашу диафрагму обычно здесь есть какая-нибудь микро микро точечка вот данном случае она здесь действительно есть она такая малюсенькая то есть хочу диафрагму 35 . здесь хочу 16 . здесь и как видите у меня открываются и закрываются лепестки вам надо так вот про и погонять все вперед-назад вперед-назад что это работает это уже хорошо потом можно одеть ну надевать даже не обязательно сняли и и конечно же берем волшебный фонарь и вот так вот просвечиваем и смотрим на глаз то есть вот так вот смотрим чтобы не было каких-то там критичных царапин главное если вот здесь сверху линза поцарапана чуть-чуть это ерунда этого не будет видно на пленке а вот внутри ли линза должна быть чистенькой не должно быть масло и какой-то паутины внутри там паутина грибок ты прям внутрь смотришь а там прям пипец как это плесень там сеточка вот это значит мертвый объектив сразу летит в помойку таков быть не должно вот микро царапки на передней части допускаются это нормально гелиос он посветлее объектив тоже у нас здесь вот кольцо диафрагмы вот она крутится пожалуйста и вот у меня ведь ходят лепестки точно такая же история мы его просвечиваем смотрим чтобы не было главное чтобы не было вот здесь царапин к сожалению гелиосы почему-то постоянно здесь расцарапаны очень часто бывают если там будет какая-то микросолит соринка песчинка этого на кадре не будет если она огромнейшая конечно тогда да но микро какие-то вещи вы не заметите в принципе это основные вещи которые надо проверить в аппарате зенит что может пойти не так еще это конечно зенит может разорвать вам пленку перфорацию то есть когда вы ставили вашу пленку вот здесь вот есть такие вот эти зубцы вы когда крутите вперед или назад они реально могут рвать пленку и это вы сможете узнать только отсняв одну пленку даже на пустышке не всегда получается проверить поэтому всегда немножко немножечко рискуете вот и важный момент как не порвать пленку зените кстати если вот вы мотаете 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 да и вы знаете что пленка закончилась там счетчик кадров это показала либо это знаете и вот вы уже ну вот знаете этом пол кадра осталось один кадр не надо вот так вот вся все силы тянуть надо чуть-чуть аккуратно тянуть если вы чувствуете что плёнку жене идет не крутите дальше нажмите skip крутить и обратно если вы чувствуете вот это сопротивление и вот так вот сделаете со всей силы у вас разорвется пленка на отсюда просто вырвется и уйдет сюда в В таком случае, что когда вы откроете, обратно вы ее смотать не сможете, и когда вы откроете крышку, в катушке ничего нет, все вот здесь, пленка засвечена, полная фиаско. Или даже так, даже если вы в темноте откроете, у вас есть пленка, вы ее там рукой выделите, а куда ее деть, чтобы сдать в проявку. Только если там у вас есть какой-то черный бачок от пленки или черная банка, чтобы не попал свет, кладете в эту банку и относите в лабораторию. Либо прям всю камеру можно в таком случае, кстати, сдать в лабу, попросить, чтобы они в темной комнате вам это вытащили. Но если вы все-таки вырвали пленку, ни в коем случае не открывайте лоток. Ну, на свету, по крайней мере. Если будут вопросы по проверке камер, пишите. Всем постараемся ответить по максимуму. С вами был Леонид из Вандерфото. Покупайте проверенные, надежные камеры. Пока! Ребята, не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал. У нас там очень много интересного контента. Выкладываем различные лайфхаки. А также каждый понедельник мы делимся снимками друг друга, чтобы каждый мог оценить вашу работу.